Везде с дома оставаться. Сегодня очень жаль, но отдохнусь скоро, когда закончу школу и заслужу чумой блестящую медаль. Торжественная линейка в новенькой 154-й школе Красноярска стала настоящим районным праздником. Сюда пришли учиться дети от 6 до 17 лет. Все, кто живет в ближайших к учреждению домах. А это сотни учеников, ведь школа находится в самой застраиваемой части города. Ну а главными действующими лицами праздника стали, конечно же, первоклассники. Сегодня в самой новой и самой большой школе Красноярска свой учебный путь начинают 292 человека. 10 первых классов, для которых вот с этим звонком начинается совсем другая жизнь. Маленькие умницы и умники пришли на линейку со своими ожиданиями и планами. Кто-то взять новые рубежи, другие продемонстрировать уже накопленные знания. Я умею считать, только не очень много. Ну, букв я очень много знаю. Только несколько не знаю. Еще немножко. Еще немножко букв научу, и все. И, конечно, не менее волнительным этот день стал для взрослых. Родители, бабушки и дедушки толпились чуть поотдаль, записывали линейку для семейного архива, выискивали глазами свои родные бантики и букеты и готовили напутственные слова не только для учеников, но и для учителей. Всем всем хочу преподавателям пожелать терпения, ну а мамочкам здоровья и нашим ребятишкам. Ну а первое поздравление ученики новой школы получили от временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса. Он лично проверил, в каких условиях будут учиться школьники советского района, осмотрел материально-техническую базу учреждения и вместе с первоклассницей дал символичный первый звонок. Для того, чтобы школа стала по-настоящему школой, недостаточно построить красивое здание и оснастить ее современным хорошим оборудованием. Очень важно, а точнее еще важнее создать здесь атмосферу добра и творчества. Торжественные линейки сегодня прошли по всему краю. В Минусинском кадетском корпусе, несмотря на пасмурное небо, 1 сентября отпраздновали по-военному бодро. Кадеты с задорной песней промаршировали в новый учебный год, дали клятву учиться с усердием и прилежанием и на деле показали, что братство и товарищество формируются со школьной скамьи. Учиться в корпусе – это очень весело и также трудно. Особенно, когда провинился один, а наказывают весь звон. Но мы друг другу помогаем и не отчаиваемся. И никогда не бросаем друзей в беде. Если честно, я все лето ждал, чтобы увидеться со своими одноклассниками, кадетами. Я прям радовался. И когда пришел, я сначала думал, что все будет трудно, как в прошлом году. Но в этом году мне стало намного легче, чем в прошлом. И мы начали более слаженно и подружески работать. Уже с понедельника, 3 сентября, учеников затянет школьная рутина. Начнутся ежедневные уроки и занятия. А пока праздник знаний – это цветы, радостные улыбки, встречи после долгих каникул и семейные фотографии на память. Евгения Шелковникова, Алексей Овсянников и Алексей Фролов. Енисей. Новости.